Вот такой вот маленький болтик может стоить человеческой жизни. Ха! Она не отдаётся! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта. Вы наблюдаете нас после аварийной посадки, экстренной. По отказу управления отказал стабилизатор. Руки дрожат. Он, в принципе, меня спас, по большому счёту. Наблюдали за грозой подходящей. Ну, видите, какое страшилище. И полетали классно в больших горах, вернулись сюда. Пришли на гору Апоттер. На Апоттере восьмёрочками там гоняли. И в этот момент, на очередном проходе... Илья, что было? Ручка перестала подаваться. Ручка перестала подаваться вперёд. То есть, видите, уход у ручки управления. Вот он, колодец. Вот, оставшийся ход ручки чуть-чуть. И то, вот он таким стал уже непосредственно перед посадкой. Ой, после посадки, уже на пробеге, когда я ручку на себя взял немножко. Общее правило по закрылочным планерам, что существует возможность управления при отказе, например, стабилизатора. То есть, ручка не работает, но закрылок позволяет немножко менять угол. Я собирался делать коробочку, и Илья предложил заходить с прямой. Страшно не было. То есть, вот, было спокойно. Мне... Единственное, я смотрел на высоту, в принципе, можно было прыгнуть. С другой стороны, планер сохранял нормальный режим полёта. 180 км в час. Я понимал, что скорость чуть меньше я смогу сделать. Просто переставить закрылок, сделав 150. Что, собственно, я сделал на 150, я выкинул шасси. И интерцепторами регулировал заход. Единственной проблемой оказался планер на кругу, который был. Но я доложил, что аварийная посадка и нормально с прямой под ним прошёл. На 150 км в час я подвёл планер к земле. Ну и понимаю, что дальше я могу потихонечку начинать увеличивать угол атаки. Итак, вот гора Поттерн, от которой у нас отказало управление. Соответственно, я сделал поворот направо, 90 градусов, и взял курс на аэродром. При этом, повторю, лично я не собирался приземляться с прямой. Мой план был сделать посадку с манёвром. Но подумав, я решил, что Илья прав. Сейчас я моделирую ситуацию. Видите, я за крылком увеличил скорость. Сейчас, смотрите, я могу за крылком уменьшить скорость. Видите, я ручку надвигаю. Вот я за крылком тяну, 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 тяну. Оставил. Сейчас планер сам потеряет скорость, нос опустит. И в данном случае на нулевом закрылке будет продолжить полёт на какой-нибудь скорости там в районе, не знаю, 120-130. Если я хочу меньшую скорость, я, в принципе, могу поставить 10 градусов за крылом. Тогда при том же положении ручки, как вы видите, неизменном, я, видите, лечу уже 80. Сейчас скорость упала. Но планер не срывается, потому что очень хороший. ДГ-500 я просто обожаю. И вот, смотрите, теперь скорость 110 уже. То есть закрылок, в принципе, позволяет работать почти как ручкой. Даже на упреждение. Вот я сейчас раз его опустил, у нас потом закрылок чуть на себя, чуть поднял, вот состабилизировал. Итак, что получилось? Я решил, по совету Ильи, садиться с прямой. То есть я выпустил шасси и полностью выпустил воздушные тормоза. И взял курс на аэродром. В чём опасность такого захода? То есть, видите, я ручку не шевелю, небольшим движением я создал крен. Сейчас создаю крен в другую сторону. Двигаюсь на аэродром и слушаю радио. Потому что мало ли кто будет заходить на посадку. Илья, смотри внимательно, чтобы вы могли нормально это дело повторить. Никого, да? Ну тогда я докладываюсь. Сэр Лобати, Индия Виктор, Лонг Файнал, Ранваи Ванаит. Тогда, как вы понимаете, особых возможностью для манёвра я не обладал. Итак, закрылок у нас. Давайте уж сделаем всё по-честному. Минус 10, как и было. То есть, я на минус 10 шёл, скорость 170. Вот он, аэродром. И я в этот момент вижу с правой стороны планер заходящий. Я докладываю emergency landing. Немножко убираю воздушные тормоза, увеличиваю скорость. Потому что мне нужно проскочить как можно быстрее до полосы, чтобы пропустить этот планер. Скорость я не могу гнать больше. Потому что перелетим потом весь аэродром. Сосредоточился на том, что не двигая ничем, Ну, в смысле, закрылками, ручкой. Я держу скорость в пределах 150. И, мало того, тормозами регулирую при этом точку выравнивания. То есть, вот всё сейчас по-настоящему как было. 150. 150 опасно тем, что если я ошибусь сильно, то я весь аэродром прилечу. Плюс презирать планер до 150 сложновато. Но я боюсь держать ручку, потому что вдруг что-то, так сказать, стрянет. Я подвожу планер к планете, как сейчас. И плавненько начинаю добирать ручку. Потому что уже ничего плохого. Тормоза на полную, скорость гаснет. Я добираю ручку и касаюсь своей привычной точки. На чуть больше скорости, потому что закрылок не выпущен. Дальше сбрасываю скорость и начинаю тянуть ручку на себя, чтобы не дать опуститься на носовое колесо. И вот в этот момент болтик соскакивает и полностью блокирует ручку управления. Планер больше не управляется по тангажу. И мы красиво на остатках скорости подвижаем к ангару целые и невредимые. Мы паркуемся в нашем модном стиле, прямо у дверок. Думаю, как бы повела вся ручка, если бы я её в воздухе взял на себя. И в этот момент что-то щелкнуло. Вот момент уже подъезда сюда, что-то щелкнуло. И дальше, как вы видите, остаток ручки. Вот это упор задний, а вот от себя. С ручкой не работает. Что могло произойти? Сейчас будем смотреть. Надо снимать стабилизатор. Это не очень сложно. У меня столько ощущения, что что-то там с тягой, которая идёт на стабилизатор, не то. Ну и получается, вот стабилизатор на кабрирование. То есть вот он дальше не даёт ручке, не опускается ниже. Всё. То есть вот это вот. Если бы случилось вот так, то нам пришлось бы реально прыгать. Никаких вариантов. Дело было не в бобине. Стабилизатор сняли, всё с ним хорошо. Вот исполнительный узел стабилизатора. Втулочка вращается, всё в порядке. Но тяга не ходит. Заблокировано. Соответственно, начали вскрывать переднюю часть федеража внимательно. И открыли колодцы, которые позволяют... Заднюю пока не трогали. Всё почистили, убрали, разобрали, выкрутили кучу болтиков, шпунтиков. И дальше этот лючок нам ничему не помогает. Этот лючок помогает, а этот помогает больше всех. Он позволяет вообще понять конструкцию, как всё устроено. И вот он момент истины. Смотрите. Сейчас, возможно, вы увидите. О, вот идеально. Видишь? Вот этот болт. Подвигай, подвигай. Ручку вперёд. Вот его. Заклинивает болтик. Ты видишь? Так что прыгать бы нам не пришлось. Толбанули бы по ручке. Не, ну понятно, что да. Жахнули бы ручкой смысла. Выломали бы этот болт. Вломили бы его куда-нибудь. То есть я бы что-то уже делал. Но, друзья, посмотрите. Как раз это... В авиации не бывает мелочей. Сейчас давай ещё раз увеличу. Вот он, смотрите. Оп. То есть он выкрутился, провалился каким-то образом. Провалился и лежит там. И лежит там. То есть почему-то нужна инспекция ежегодная, когда вы разбираете весь свой салон. И на самом деле нужно ещё... Я думаю так, что теперь, если вдруг какой-то болт выкрутился и одного не хватает, то нужно разбирать весь планер. Ну, не весь планер, а разбирать серьёзно, чтобы такого не повторилось. Илья светит, но он не хочет снимать ролик. Он хочет жрать. А ведь это может спасти чью-то жизнь, если кто-то будет умнее, чем волков. И всё-таки будет, в случае потери болтика, залазить внутрь и проверять, куда уже он, зараза, упал. Этот болтик стоял на фарме. Сейчас я вам покажу, где. Ну, сейчас вы понимаете, да, что он просто заблокировал ручку управления. То есть вот ручка шевелится, видите, вот шевелится. И болтик упирается, её блокирует. То есть он где-то лежал выше. Когда Илья пилотировал, он свалился и начал блокировать, начинать эту ручку. Ну и потом всё больше и больше, в общем, дошёл до вот такого адского состояния. А где же он был, на самом деле? А жил этот болтик. Вот откуда болтик. Сорвалась резьба в пластике. И, соответственно, болтик вылетел. Полетел сюда. Чудом залетел вот в этот коридорчик. Сюда. И дальше пропадал на дно. Скакал, скакал. И попал вот здесь в управление. Как вы видите, очень много болтов на крепление обшивки. Вот они везде здесь. Вот здесь мы имеем тоже много всяких болтиков. Это всё у нас без локтайта, к сожалению. Все вот эти болтики, они без локтайта. Это плохо, конечно, с некоторой точки зрения. Если вы думаете, что проблема именно планера, которому там 30 лет. Нет. Например, на шляхере из-за 32 ми на моём планере куча болтиков в обшивке, не державеющей стали. Просто притягивают пластик. И они отлично откручиваются. То есть у меня там по, не знаю, 2-3 болта откручивалось. Прямо он подкручивается. Потом я там смотрю, в корыте валяется болт. Винтик, винтик, винтик. Вот я всё время путаю болтики, винтик, инженер, представляете? Напишите в комментариях, в чём принципиальное отличие. Я помню, меня учили в УЗИ, но забыл. Так вот, винтик. Всё-таки помнишь, что вот эти всё винтики. Так вот, такой винтик улетает. Ну, как-то я до этого момента не придавал такого значения. Туннели на шляхере у меня закрыты сильнее. То есть туда точно ничего не пролежает. Там такая верёвочка, она ещё вокруг обвязывается. То есть ручки закрыты. А здесь, видите, нашлось такой конструктивный, нашёлся недостаток. Вот в этот туннельчик может что-то улететь. Что можно сделать? Можно сюда какую-нибудь, не знаю, булавочку вот так зафигачить. И всё. Если просто-просто сверху сделать хомут, не поможет. То есть возьму завтра, жену попрошу булавочку. Бывает ли более удачное решение? Да. У меня был планер фирмы Гроб, 13С3СЛ. И там прекрасно вот все вот эти вот болтики, которые здесь есть, там такой получается как бы тоже как, ну не болтик, а защёлка такая поворотом на 90 градусов. Нажимаешь, подпружиненная, она проворачивается и фиксирует панельку. В этом случае минус то, что это всё немножко так держится, не так крепко немножко там шатается. Болтиками можно, винтиками можно посильнее всё протянуть. Но оно, по крайней мере, не отскакивает и не вываливается. Могу сказать лишь одно, что все планера, которые сейчас стоят в ангаре, у них у всех примерно одинаковая конструкция в этом смысле. Всё на панелях, всё в обшивке, крепится без сексаторов резьбы, без контровки. Контровка используется на двигателе, в проводке управления, вот там везде всё законтрино. Поэтому самое важное, наверное, было бы не допускать узлов, в которые вот такой маленький винтик, маленький камушек смогут попасть и заклинить. То есть как бы продумывать, наверное, саму идею, что а вот если сюда что-то попадёт, как бы чтобы это не заклинило. Ну, здесь как раз сделано на ДГшке неудачное место, то есть я обязательно отошлю это фотопроизводителю. И, ну, понятно, что уже ничего никто не поменяет, но, по крайней мере, буду теперь внимательнее следить, чтобы вот эти вот места ничего не попадало. Век живи, век учись. В рубашке родились. Что бы я делал, если бы, то есть, представляете, да, в воздухе, если бы я пытался бы раскачать эту ручку, то есть, или я сказал, что-то у нас ручка вперёд не идёт, я попробовал, вперёд не идёт. Вот, если бы я попытался как-то раскачать, то есть, взял бы ручку на себя от себя, то от себя бы я её уже отдал, не отдал бы. И в этой ситуации мне уже и закрылка бы не хватило, скорее всего. То есть планер бы пошёл на потерю скорости, потом свалился бы в штопор, ручка от себя не отдаётся, вертелись мы бы, ну, прыгали бы, собственно, вариантов других нет. Так как я ручку передвинул быстро вперёд, то есть на максимум, понял, что она дальше не идёт, переставил закрылок, чтобы разогнаться, разогнался до 180, понял, что планер управляем. По тангажу, по крену управляем, по тангажу управлять не стал. И, наверное, счастье, что недели две назад мы какой-то ролик снимали, и там я показывал возможность управления на планере как раз закрылком, что с помощью закрылка можно управлять скоростью, можно зафиксировать ручку и с закрылком увеличивать скорость, уменьшать. На одних педалях не получается тем, что планер по тангажу качается. В принципе, по тангажу можно с помощью закрылка немножко с ним работать. Вот сейчас я нос продержать, закрылок на себя. О, вот-вот, если использовать закрылок, то можно, вот, можно вполне себе рулить и одними педалями. Смотрите, оп, реально педалями заставляю в волне планер управляться. Управляться. О, Влад, ты посмотри, как я могу, а? Кстати, ты посмотри, как я могу, так сказать, максимальное количество катастроф всего, например, случается. Но тут, смотрите, реально получается. Вот, я сделаю какой разворот, это мы в какую-то гаку попали. Так, теперь надо убрать крен. Левая педаль пошла. Нос опускается, я закрылок на себя. О, Влад, я управляю безусловно. С ручки, с закрылками, педалями. Ты видел? Друзья, это вообще кайф открывать что-то новое. Я не скажу, что изобрел, я смотрел ролики, как, ну, сама теория, как, как раз можно пилотировать. Ну, там, закрылок, я уже помню, на каком-то канале был пример, как, в принципе, при отказе какого-то из органов управления, там, не знаю, можно хоть что-то делать, так сказать, другими органами. Я помню хорошо, что об этом думал, об этом думал несколько, наверное, лет 7 назад или 8, потому что как раз изучал какую-то теорию и видел, опять же, какой-то фильм блогера, который показывал, что какие есть вообще возможности при отказе одного из органов управления, типа там, например, отказали Лерона, можно ли управлять только рулем направления? Можно. Можно ли управлять только, например, закрылком при отказе стабилизатора? Можно. Я вот это отснял две недели назад, освежил в памяти, и сегодня так вот пригодилось. Представьте, как вообще бывает. В принципе, опять же, вот эта гроза – большое везение, потому что мы увидели грозу, поняли, что надо быть поближе к аэродрому, подошли поближе к аэродрому, и вот над этой горочкой я летал, над Адапотром. Была как раз корректная высота, чтобы прекрасно зайти, и то, что Илья предложил заходить с прямой, я-то хотел еще круг сделать, на кругу бы я точно ручкой пошерудил бы. И как только я пошерудил ручкой на кругу, высоты у нас было бы не так много, прыгнуть уже, наверное, не успели, и вот а-ля улю, и все. Из одного болтика вот такого. Вы спросите, не страшно ли летать после такого? Немножко страшно. Но на самом деле пилот должен всегда быть готов к неожиданностям, они бодрят, и нужно в разный сценарий в голове прокручивать. Я помню, в планере двух местах я был пилотом, впереди был пассажир, это было в Шевлино. У меня, да, планер был двенадцатый третий, ручка осталась в руках, то есть я там что-то пилотирую, только тюнь, ручка. Это казалось, там такое цанговое крепление, ну, там закручивается, там такой шестигранчик, вот, и вот крутился, ручка вылезла. Ну, соответственно, я вставил эту цангу, зажал, и потом Сереже Репчинскому говорю, Серега, ты знаешь, может на двенадцатый ручка вылететь. Он говорит, да ладно, потом раз, говорит, Волков, точно, у меня тоже вылетело, я ее тоже вставил. Ой, поэтому остаться без управления, это вообще ужасно, но вот можно еще побороться, побарахтаться. Вот мы сегодня побарахтались, и в итоге на Земле счастливые и довольные. Очередной поучительный ролик, извините, что в стиле хоррор, я попробую еще отснять, наверное, с воздуха завтра имитацию этого полета, покажу просто, что я делаю, как это все было. Ой, чтобы на видео что-то попало еще и с полета, потому что на Земле, конечно, ужаса такого вам не описать, какой был там. Ой, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых, более позитивных роликов. Учитесь летать всю жизнь и будьте готовы к нештабным ситуациям, успешно оставляйтесь с ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова